Когда интересует белковая диета для похудения, то я понимаю, что вы хотите легко, просто, без особых усилий снизить вес. Ну так, 10-14 дней, десяток, другой килограмм. А задавали вы себе вопрос, а что будет дальше, после того, как вы закончите эту диету. Ведь сбросить вес не фокус, но можно легко и просто сделать. Но, самое главное, как сохранить достигнутое, это значительно тяжелее, чем выдержать любую, даже относительно продолжительную диету. И когда есть избыточный вес, вы понимаете, что есть нарушение обмена веществ, при котором ваш организм, мягко выражаясь, тормозит. И вы считаете, что лихая встряска поможет вам вернуть былое, вернуть здоровье, вернуть вас по биологическому возрасту немножечко назад? Но машину, которая едва ездит, отправит на Трэдбан, вы представляете, что с ней может там произойти? Вот примерно такое, чтобы не произошло с вашим организмом, смотрите видео это до конца. И вы узнаете, как определить вашу индивидуальную готовность к белковой диете в домашних условиях и для мужчин и женщин отдельно. Также вы узнаете, как с помощью анализов подтвердить вашу готовность к белковой диете. Ну и примерный расклад, как правильно питаться, если вы хотите с помощью белков снижать вес. Ну в определении готовности к домашних условиям, фактически есть две возможности основных. Для мужчин и для женщин. Я их когда-то объединил в системе под названием СССР. При этом три буквы С. Это спорт, это смех, это секс. Это разные виды двигательной активности, с помощью которых мужчин могут активнее снижать вес. И для того, чтобы проверить вашу индивидуальную готовность, не вопрос. Вам для этого нужна удобная обувь и какой-то хронометр секундомера. Идете на стадион и пытаетесь выполнить тест Купера. Это его по-другому называют полутора мили или 12 минут у теста. Ну и что от вас требуется? Просто пойти на стадион и попытаться за 12 минут пробежать полторы мили или 2,4 километра. Если у вас все получилось, физически вы хорошо готовы, ваше сердце, сосуды готовы выдерживать физические нагрузки, вы можете использовать физические нагрузки в снижении вашего веса. Да, это больше мужской тест, потому что мужчина может правильными нагрузками немножко подкачать мышечную ткань, которая 24 часа в сутки, имея более активный обмен веществ, будет сжигать ваши калории. И легко и просто вначале вы изменяете объем, а потом и вес. Женщины немножко сложнее. Женщины должны выполнить вот те две буквы R в конце, которые стоят. СССР. Это режим и рацион питания. Да, для женщин в большей степени подходят белковые диеты, хотя мужчине для того, чтобы качать мышцу, тоже нужны белки. Мышца с воздуха не растет. Им для роста нужны белки, правильное питание. И важно их правильно комбинировать просто с нагрузкой. Но женщине в большей степени, конечно, это режим и рацион питания. Именно потому диеты чаще всего ищут женщины. Они готовы их выполнять. Но! Ваша индивидуальная готовность определяется количеством воды, которую вы пьете до диеты. До того, как вы сели на диету. Напомню физиологию. Норма по обмену веществ 5% от массы тела жидкости в сутки. То есть, если у вас 100 кг вес, то ваша потребность в воде 5 литров в сутки. Если у вас 140 кг, 7 литров в сутки. Если 160 кг, 8 литров в сутки. Почему акцент подготовки белковой диеты именно на воде? Да потому что 1 грамм белка дает столько обменных шлаков, которые удаляются в 42 мл мочи. То есть, если вы собираетесь в своем рационе увеличить количество белков, допустим, на 100 грамм, у количества белковой пищи, допустим, вы хотите увеличить на 100 грамм курицы в день. 100 грамм курятины содержит примерно 20 грамм белка. Вы должны ввести столько воды, чтобы у вас добавилось к диурезу 840 мл мочи. Вот тогда вы реально внесли достаточно ядовитые белковые продукты. Они вам разогрели обмен веществ. И вы полноценно удалили те белковые токсины, которые вы таким образом ввели в свое ранение. Если вы к этому готовы без проблем, если вдруг у вас количество белков будет больше, чем количество жидкости на удалении белковых шлаков, не вопрос. Отеки лица поутру, темные круги под глазами, через несколько дней появляется депрессия, может обостриться цистит, уретрит, простатит. И легкий и активный путь в сторону хронической почечной недостаточности вы уже совершаете, вы уже идете в эту сторону. То, что там где-то посыпятся волосы, станут хуже ногти, кожа, это такие мелочи на фоне того, что почки убиваются один раз. Количество нефрона в почках не увеличивается на протяжении жизни, а только уменьшается. И белковая диета это чемпион фактически по уничтожению нефрона в почках. И неважно, это будут диеты Аткинса, Дюкана, Долиной, Кремлевская, Японская. Белковых диет полно. Результат похож, если вы неправильно к ним подготовились. Но вода не единственный фактически критерий в безопасности этой диеты. Очень много нужно уделять клетчатке. А, к сожалению, сокращает. Упор дается на белковые продукты. Растительная пища резко сокращается. Она не может полноценно удерживать белковые токсины. Больше того, я бы советовал вам все-таки проверить свой организм не только по этим критериям, а подтвердить свою готовность медикаментозными, ну не медикаментозными, лабораторными исследованиями. Самое простое это сделать капрограмму и посеять кал на дисбактериях. То есть, посмотреть в спокойном состоянии, что у вас реально происходит в кишече. Потому что, когда набирается вес, употребляются в основном жирные углеводистые продукты в разных сочетаниях, они перевариваются легко. Белки перевариваются долго. И как только вы вносите белки в свой рацион, начинаете увеличивать. Ваша пищеварительная система должна быть к этому готова. Она должна их переварить. Если она их не переваривает, не успевает переварить, в кишечнике белковую пищу ждут и патогенные бактерии, и более крупные варианты в виде глистов паразитов. Вы когда последний раз удаляли паразитов? Вы когда последний раз смотрели, как переваривается ваша пища в кишечнике? Представляете, какой сюрприз вы можете организовать своему организму, когда просто взяли и внезапно изменили рацион питания? Бактериям, конечно, будет хорошо. Паразитам тоже. Вам каково. Вы же не этот результат хотите получить. Вы же хотите получить плюс по здоровью, а не накормить бактерий, получить кучу белковых токсинов, и тут уже никакой водъем не хватит на то, чтобы провести эти белковые токсины мимо почек, не повредив их. Поэтому я бы советовал сделать такой анализ роже свежевости своему организму. Так же, как и проверить печень, потому что следующий этап фактически движения белковой пищи это печень. Когда пища переварилась в кишечнике, она расщепилась на простейшие компоненты, а для белков напомню, существует в организме три этапа. Расщепляет пепсин желудочного сока, трепсин поджелудочный и химотрепсин тонкого кишечника. Только после этого аминокислоты попадают в кровь. И здоровая печень должна их ресинтезировать, то есть собрать из них белки, свойственные вашему организму. Это в случае, если печень здоровая. Если же вы знаете свой уровень бельрубина, уровень трансаминаз, щелочной фосфатазы, то вперед и с песнями. Если вы это не знаете, вопрос, на какие грабли вы можете наступить. Неожиданно. Я частенько даю людям даже без внешних признаков заболевания наводку сделать эти анализы. Вы знаете, сколько сюрпризов у людей внешне как бы здоровых. Я молчу про избыточный вес. Также я советовал бы вам сделать липидограмму. То есть проверить общий холестерин и его фракции. То есть исходный уровень холестерина, который присутствует в вашем организме. Когда будет растворяться жировая ткань, холестерин полезет за пределы экрана. А находясь с кровеносным русом, он очень любит откладываться в стенках сосудов, вызывать атеросклероз. Такие варианты очень нередки. Увы. Также я советовал бы вам провести анализ крови на сахар с нагрузкой глюкозы. То есть вы берете исходно сахар крови натощак, потом вам дают в зависимости от веса выпить сладенькую водичку и делают еще три анализа. Очень интересно посмотреть на эту сахарную клевую, какая она и насколько вы близки к сахарному диабету второго типа, который очень не бережет сосуды, сам по себе. Также я бы советовал вам сделать уровень мочевой кислоты, уровень креатинина. Мочевину посмотри. Эти показатели показывают, в какой степени ваши почки готовы на сегодняшний момент к обеспечению обмена веществ и удалению достаточно токсичных белковых шлаков обмена веществ. Не говоря уже о том, когда вы немножко подгрузите белками в рационе. Эти анализы я бы советовал делать как мужчинам, так и женщинам. Мужчины, они, да, в большей степени опять-таки готовы к выполнению физических нагрузок. Не вопрос. Тест Купера это один из вариантов. Можно сделать велоэргометрию с кардиограммкой. То есть, вам дозировано повышают нагрузку и параллельно контролируют вашу сердечно-сосудистую систему, в основном работу сердца, контролируя кардиограммку, контролируя артериальное давление. И вы можете реально посмотреть насколько хорош ваш организм в этой ситуации. И после этого вы сможете принять правильное решение что вам делать, каким путем вам снижать избыточный вес, каким образом бороться с лишними килограммами, потому что я вас прекрасно понимаю, это нагрузка и на суставы, это и нагрузка на сердце, на сосуды, это очень жесткая нагрузка на обмен веществ, которая, увы, не увеличивает продолжительность жизни. Но когда вы будете иметь уже эти показатели, безусловно, можно изменить систему питания. Самый простой вариант вы даже можете ко мне не обращаться за консультацией. Есть консультация врача-диетолога онлайн на моем канале, не вопрос. Подписчикам проще ее найти, не подписчики, тоже в принципе могут найти, достаточно легко находится это видео. И просмотрите основы правильного питания, в котором есть место и белковой нагрузки, есть место и углеводам, и жирам, и другим компонентам, и воде. Кстати, по воде тоже достаточно много видео, что если вы захотите все-таки пройти белковую диету самостоятельно, и перед этим начнете увеличивать количество воды в своем рационе, посмотрите несколько видео на тему как правильно пить воду в разных ситуациях до еды, во время еды, после еды есть на моем канале, они доступны, вы можете легко посмотреть, чтобы правильно увеличивать свой рацион в отношении воды, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, почки, сердце, чтобы не навредить, чтобы польза была от белковых диет, от снижения веса, они негативны. Почему очень важно посмотреть это видео, потому что от режима и рациона питания зависит работоспособность главного фильтра в вашем организме, печени. От нее зависит, как отнесется ваш организм к той пище, которую вы вносите, тем более, если вносите в достаточно приличных чрезмерных количествах. Я знаю, что делать, если у вас есть печень. очень важно ее не перегрузить, потому что выведенные из жировой ткани пестициды, гербициды, канцерогены, они повышают онкологический риск. Это очень серьезная проблема. Да, она не возникает сразу, не нужно сразу после окончания снижения веса бежать к онкологу, но встреча с онкологом может произойти лет через 10-12-15, если вы неправильно снижали вес, если вы снижали вес без режима питания нужного для печени. Это очень важный показатель. Думаю, что на этом я это видео могу закончить с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, какую оценку поставить на это видео, пока вы думаете отправлять или не отправлять его своим друзьям, знакомым, пока вы думаете вам на стадион выполнять тест Купера или в поликлинику все-таки сдать анализы и проверить реальное состояние своего здоровья, я это видео буду заканчивать и подумаю, что еще написать на тему здоровья, чтобы это было полезно вам. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok